Девушки отдыхают Уставший, расстроенный Мне кажется, я совершаю самую большую ошибку в своей жизни Еще не поздно отказаться Возможно, меня заберешь по частичке в ладони свои Так что если увидишь дождь Каждой капле в глаза загляни И, возможно, меня заберешь по частичке в ладони свои Прошу, прошу сюда А теперь давайте сделаем общую фотографию Так, собираемся все вместе Так, жених и невеста в центре Так Жених и невеста, встаньте ближе друг к другу Не стесняйтесь Вот так Улыбаемся Так это и есть внук Тамары Ивановны? Да А что ты мне раньше не сказала? Ты не спрашивала Так я сама не догадалась Понятно, почему Нинка к нему так липла Она специально устроилась в отель, чтобы приставать к внуку хозяйке А Дедович, что не знает, кто он такой Лицемерка Такие парни на простых девушках не женятся Ты видела его невесту? Тетя, может ты быстренько соберешься и я тебя все-таки подвезу? Где находится твой банк? В соседнем городе А контора, где ты арендовал трейлер Совсем в другой стране Так что нам не по пути Не волнуйся Я сейчас тесто поставлю Спокойно соберусь И на автобусе доеду Хорошо Я скоро вернусь Мы с Ниной соберемся И уже сегодня вечером сможем выехать в Черногорию А в банке мне деньги быстро выдадут Вам не придется меня ждать Хорошо, пока Счастливо Будь осторожен Кроваль, кроваль, кроваль Взяли Хорошо, слава богу Мы забыли венчальные свечи Успокойся, Марина Все с собой Кристиночка Все с собой, не волнуйся Я поняла Я тебя люблю Макс Макс Священник пришел Денинка Убирайся отсюда Не то вызову полицию Ну здравствуй, кухон Так, договор аренды Как же я без него Трейлер верну, а? Домой что ли ехать? Чи маешь ты, Максиме, добру непримушену волю та тверду думку Взяти собі за дружину Христину, що її тут перед собою бачиш? Так, отче Чи не прерікав ти іншій нареченні? На прерікав Тетя Тетя Что с тобой? Чего? Не расстреляйся сама Левка, нет! Нет, Левка, нет! Нет, Левка! Левка! Неееее На що ти дура надіялась? Ти думала, що цей пастух Тебя защітить, а? Чака, ми до дому приїде Да пусти меня, пусти! Что ты делаешь? Он же умрёт! Раздыхай, невелика потеря. Ивко, ну ты же не заберь! Вызови скорую, я тебя прошу, пожалуйста! Прошу тебя, я не буду сопротивляться, будешь делать со мной всё, что хочешь. Да? Я и так с тобой буду работать всё, что захочу. Ты жена моя. Забула? Так я давай положу. Помолчи, а? Заткнись. 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 Типа он тебе на язык. Ты на лицо невесты посмотри. Ну, солнышко, конечно, я говорила, что все будет хорошо. Просто нужно немножко потерпеть. Легко сказать. Я уже думала, что все кончено, но вы оказались правы. Просто Макс, наверное, боялся, что я его окальцую. Это точно. Мужчинам кажется, что женить бы это, ну как, потеря свободы. Ой, было бы что терять. Ну точно. Просто им кажется, что все эти мальчишники, походы на футбол, поездки на рыбалку заменят женская забота, женская нежность. Мужики есть мужики. Ты вообще тоже боялась заикаться про женитьбу. А потом и он сам мне предложил. Просто ему нужно было дать немножечко дозреть. Кристина, Макс тебя очень любит. Ее всю жизнь будет любить и уважать. Я ее так с детства воспитывала. Спасибо. Я прошу прощения. Идачика, внимание. Ой, извините. Друзья, мне бы очень хотелось, чтобы наши молодые были образцовой парой. Да, да. Что я имею в виду? Образцовая жена, она никогда не сделает замечание мужу за пересоленную яичницу. А образцовый муж, в свою очередь, всегда сделает вид, что не замечает, как жена криво прибивает гвоздь в стене. Что я имею в виду? Сказки, как правило, все заканчиваются свадьбой. А в жизни, к сожалению, после свадьбы сказка заканчивается. У многих. Я бы хотел поднять тост, чтобы у наших молодых сказка никогда не заканчивалась. Выпьем же за Кристину и за Максима и за взаимопонимание. Спасибо. За взаимопонимание. Ура, ура. Да что, ура, горько! А! Горько! 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 Раз! Два! Горько! 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 Рано рываешь. Приедем домой. Там хоть взахлеб. О, привет, родной! Слушай, мне срочно нужен коридор из Венгрии в Украину. Не-не-не, братан. Паспорта в моем случае не канают. Каких несколько дней мне срочно надо? Сегодня ночью. Я не могу ждать. Не, не один. Я с женой буду. Хорошо. Да не, это понятно. За мной не заржавеет. Все. Давай, братан. До встречи. Ну все, дорогенька. Завтра будем дома. Ага. Я больше ты не рада. Че-ничео. Приедем, поговорим. По душам. У меня к тебе, роднуля, столько вопросов накопилось. Подождите. Ага. Ага. Ну? Ну... Нина, Михай, Михай, что с тобой? Михай, ты слышишь меня? Жив. Где телефон? Телефон. Алло, служба спасения? Ноживое ранение. Большая потеря крови. Срочно нужен врач. Кельчемерк. Да. Остаюсь на линии. Михай, Михай, держись. Очень тебя прошу. Скоро приедут врачи. Они помогут. Ты будешь жить. Михай. Михай. Держись, Михай. Давай. Давай, давай, давай. Да потом, потом, потом. Максим, иди сюда. Мама дорогая. Как тебе? Нравится? Держи. Мой подарок. Ну, вообще-то на автомобиле я в состоянии заработать сам. Молодец. Я не сомневался в твоих способностях. Но только поверь мне, если ты и заработаешь на такую, то очень не скоро. Держи. А для меня машина всего лишь средство передвижения. А я покупал ее не для тебя одного. Понял? Спасибо. Я как увидел эту красавицу, сразу понял, что именно на ней ты должен возить мою дочь. Спасибо, папа. Ты у меня самый-самый лучший. Макс, Макс, я лучше тебя прошу. Держи себя в руках. Давай, можно фотографировать. Кристиночка, какая ты красивая. Машина какая красивая. Как это все выглядит. Давай здесь. Дайте здесь. Ну вот и Максима женили. Мама, чем ты недовольна? Да я всем довольна. Хотя характер у нее, конечно. А что характер? Избалована слишком. Ну она же не виновата, что она дочка Василевского. Ну да. Дай бог счастья Максиму в этом браке. Да. Хотелось бы надеяться. Я выехал из Кельчемерка. Где ты меня заберешь? Да, да, я понял. Да. Все, давай. Пока. До встречи. Водитель микроавтобуса. Немедленно остановитесь. Повторяю. Водитель микроавтобуса. Немедленно остановитесь. Повторяю. Водитель микроавтобуса. Так что давайте остановимся. Я прошу, спросите Михаилович, он уже наберет. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Оставайся женой. Меня есть к кому провожать. Уходим уже? Уходим, уходим. Антон, может, потанцуем? Пойдем. О, Господи, ну давай потанцуем. Пойдем, пойдем. Пойдем. Проветримся. Пойдем, пойдем. Оп, оп, оп. Дуй, 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 дуй. Макс, давай сбежим. Куда? Ну ты не догадываешься? В спальню, конечно. Макс, я так тебя хочу. А ты меня? Я тебя. Тогда пошли. Давай, давай. До нас уже никому дела нет. Мы что, уйдем по-английски? Эй, 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 стоп, 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 стоп. Куда это мы все уходим? Стоп, стоп, стоп. Никто никуда не идет. Праздник продолжается. Чего это вы уходите? Вы извините, Кристина устала. Был тяжелый день, поэтому... У всех сложный день. Нет, милый, мы пришли к вам на свадьбу. Так что мы должны вас проводить по-человечески. Правильно? Правильно я говорю? Ну, что? Ну, что ты? Ну, вы же должны дать какие-то напутственные слова вам перед первой брачной ночью, да? Я предлагаю выпить. Кто за? Антон. Оп, единогласно. Я тебя не узнаю. Да ладно вам. Ну что, вот видишь, какие женщины, а? Слово не дают сказать. А я скажу. Потом скажешь. Я скажу, учись. Иди. Выпьем. Это тост. Тост, друзья мои. Тост. Дорогие Максим и Кристина, я желаю вам нарожать много детишек, потому что детишки это наше все. Не подведи дядю. Антон, хватит. Все. Он ушел. Где Аксия? Все, хватит. Пойдем в номер. Да иди в номер, Яна, иди. Что ты пристал ко мне? Нет, ну что, я что-то не то говорю, что ли? Все хорошо. Я все же говорю. Антон, что идите. Что вы пристали все ко мне? Вадь, Вадь. Как ты? Ей сейчас очень плохо. Она нуждается в вашем внимании. Завтра ее, скорее всего, вызовут на повторный допрос в участок. Если, конечно, она будет в состоянии туда добраться. Позаботьтесь о ней. Хорошо. Я понимаю. Тогда все, мы пошли. До свидания. До свидания. Как Михай? Плохо. Потерял много крови. Сейчас он в больнице. Оттуда уже звонили. Сказали, что идет операция. Врачи делают все возможное. Единственное, что нам теперь остается, это ждать везде из больницы. Ты тоже настрадалась. Я могу тебе чем-нибудь помочь. Бедная девочка. Что он с тобой сделал? Но, слава Господу, все закончилось. Ты и дома. Сейчас я приготовлю ужин. Извините. Это все? В смысле? Макс, у нас первая ночь. Разве? Не надо поясничать. Первая брачная ночь. И что ты хочешь? Ну, я не знаю. Ты мог как-то все по-другому обставить, что ли? Моего папы частный самолет. Мы могли бы улететь в любую точку мира. В любую. Но раз мы здесь, то мог хотя бы шампанского заказать, что ли. Свечи зажечь, цветы разбросать, музыку включить. Прости, не подумал. В следующий раз исправлюсь. Ладно. Это все не важно. Главное, что мы с тобой теперь вместе. Что мы одно целое. И ничто, и никто не может нас разлучить. Ты мой. Мой. Мой, мой. Мой. А знаешь что? Я готова тебе все простить. Если сейчас есть секунды, ты скажешь мне, как сильно ты меня лезешь. Целую. Ладно. Я помогу тебе. Я помогу тебе. Он хотел мне помочь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я буду самой лучшей женой. Я сделаю его счастливым. Но только, пожалуйста, оставь его в живых. Прошу тебя. Все, что хочешь. Но остави его в живых. Пожалуйста. Нет. Нет. Все, что хочешь. Нет. Нина. Нет. Нина. Звонили из больницы. ТЕЛЕФОННОЛ, так? Они сказали, что спасти Михая не смогли. Макс, чайок. Доброе утро. Ну, какое утро? Уже полдень. Мой женатый сын. Ну, хотя, конечно, я понимаю. Счастливые часов не наблюдают. А где Кристина? В спальне. Где же еще быть? Спит? Любит она у тебя поспать. Ну, ты же хотела, чтобы я на ней женился. Вот и привыкай. Другой она не будет. Так что смирись с тем, что вы невестка избалованная мажорка. Так, сын, не нужно так говорить о своей жене. Ни с кем. Даже со мной. Ты чего меня звала? Я хочу напомнить тебе о папиных долгах. Поговори, пожалуйста, с Кристиной насчет денег. Вот так сразу? С низкого старта? Я все понимаю, я понимаю, но времени нет. Мама, а как ты представляешь себе этот разговор? Ну, как я должен у нее просить деньги? Тем более, сразу после свадьбы ищу такую огромную сумму. Пойми, что выбор у нас невелик. Либо мы возвращаем долги, или бы меня убивают. Ладно, я поговорю. Спасибо, сын. Не тяни, пожалуйста. Ой, Господи. Вставай, лежи бок. Обед проспишь. Нас ждут. Никаких обедов. У нас с тобой вчера была брачная ночь, а сегодня будет брачный день. И проведем мы его с тобой вместе. Макс, что случилось? Что-то случилось? Да, на самом деле, ты права. Так. А ну, рассказывай. Давай, давай, у нас же теперь с тобой общие проблемы, правильно? Давай, говори. Что? Дело в том, что перед смертью отец наделал кучу долгов. И теперь, в случае неуплаты, я даже боюсь представить, что может быть с мамой или со мной. это все. А тебе мало? Так вот, почему ты такой мрачный, боже, я думала, ты из-за нашей свадьбы. Да нет, ну просто я постоянно об этом думаю. Не бойся, ничего с вами не случится. Деньги-то вообще не проблема. Я позвоню папе, попрошу у него, и он, как всегда, не откажет. Спасибо. А сейчас я сделаю так, что ты забудешь не только о своих проблемах, а обо всем на свете. Руку сожми. Сильнее. Ну вот, молодец. Считайте, что он уже выкарабкался. Сегодня всего лишь пятый день после операции. Конечно, он слаб, но с каждым днем его состояние будет лучше. Скажите, а речь у него восстановится? Ну, поймите правильно. Каждый человек это индивидуальный организм. Но, судя по тому, что речевые центры не задеты, я думаю, что речь восстановится. Самое главное, чтобы он набрался сил. Слышишь? Руку сожми. Ну вот, молодец. Андрюшенька, сынок. Мы так рады, что ты выкарабкался. Ты уж не подойди нас, выздоравливай. Доктор, скажите, он действительно идет на поправку? Ну, а какой смысл вас обманывать? Вы же видите, он пришел в сознание, есть чувствительность в конечности. Ну, и все хорошо. Теперь самое главное, чтобы он не волновался. Спасибо, Марк Аркадьевич. До свидания. Олег, послушай, я хотела сказать... Ты уже все сказала, не надо никаких объяснений, и чтобы больше никаких звонков и смс-ок от тебя не было. Да подожди. Дай объяснить. Я сделала этот звонок под давлением матери. Она меня шантажировала. Пойми, я не могла поступить иначе. Значит, опять родители? Послушай, когда твои родители разлучили нас в первый раз, мы были почти детьми. А сейчас ты взрослая, самостоятельная и не бедная женщина. Не хотел бы меня предать, тебя бы никто не заставил. Олег, я тебя люблю. Слышишь, я действительно тебя люблю. Не смеши. Я сегодня выписываюсь и уезжаю. Искать меня не надо. Поигралось и хватит. Все. Пока. Пока. Алло. Добрый день. Я по объявлению. Повар. Средняя специальная плюс курсы повышения квалификации. Ресторан-отель райское место. По семейным обстоятельствам. Профиль широкий, блюдо любой кухни. Я понимаю, что это санаторий. Я готов. Мне очень нужна работа. Хорошо. Заеду сегодня же. Спасибо. Молодец. Як я рада за тебя, Тарасик. Какая возможность открывается с твоей квалификацией пенсионерам и язвенникам овсянку запаривать? А ты можешь мне предложить что-то получше? Может быть, яичницу готовить в вашей корчне? Ты же первая начнешь меня поедом есть, если я буду дома сидеть. Ой, так кому ты нужен? Обидно просто. Вот обидно, что ты сам себя уважать не хочешь. Ну, ты же сама понимаешь. Сейчас в межсезонье базы и отели не работают. Повара никому не нужны. А кто тебя просил Нинку в райское место возить? Вот слушался бы меня, до сих пор бы там работал и был бы в шоколаде. Так нет. В общем, ума нема, считай, калека. Все выговорилась. Молодец. Мне пора в санаторий барвинок. Да едь ты куда хочешь. Только торты помоги в корчму завести. Папуля, привет. Привет, доченька. Ну, рассказывай, как себя чувствуешь в роли жены? Ой, такое впечатление, что всю жизнь была замужем. Пап, тут такое дело, мы бы с Максом очень хотели поехать в кругосветное путешествие. А, понятно. Сколько вам нужно? Сколько не жалко. Ты же знаешь, мне для тебя ничего не жалко. Просто тебе уже пора начать воспитывать своего мужа. Ему нужно становиться добытчиком, чтобы обеспечивать все твои потребности. Пап, ну Макс, он же не заставлял меня просить у тебя денег. Он вообще об этом не знает. Да ладно, ладно. Успокойся, это я так, к слову. Макс у меня умница. У него очень большой потенциал, и у него столько новых идей для бизнеса. Просто понимаешь, он сейчас как бы на первом старте. А мне бы так хотелось в кругосветное путешествие. Хочется, значит, поедешь. Я перечислю тебе на карточку. Спасибо. Ты у нас самый-самый лучший. Давай поужинаем. Давай. Да, знаешь, тут даже очень неплохо. У наших новых родственников бизнес, конечно, не очень большой. Всего один отель. Но зато очень уютный. Да, это точно. Пожалуйста. Была на допросе в полиции. Узнала, что Левко нанял себе очень дорогого адвоката. Тот просил освободить этого мерзавца под крупный залог, но нарвался на отказ. Поэтому судить его будут у нас, в Венгрии. Надеюсь, этому подонку впаяют пожизненное. Хотя я... Я бы приговорила его к расстрелу. Кстати, Нина, если хочешь вернуться в Украину, можешь это сделать. Ты ведь уже дала письменное показание следствию. И теперь до суда можешь быть свободна. Если не возражаете, я хотела бы до суда пожить у вас. Ты, Нина, конечно, хорошая девочка, но... если говорить правду, мне больно видеть тебя каждый день в моем доме. Ты постоянно напоминаешь мне о смерти Михая. ведь если бы не ты, он был бы сейчас жив. Лучше поживи до суда в Украине. Я все понимаю. Пойду собирать вещи. Ты только не обижайся. Все, Галь, устроился на работу. Устроился. Барвинок? Ну, а куда же еще? Я разумею, что кухня там убогая и меню так себе. Ну, выбирать же не приходится. потерплю как-нибудь до лета. Послухает его, потерпит он. Это я теперь должна буду терпеть твою такую копеечную зарплату. Ты понимаешь, как я устала пахать, как волос одержать нас обоих. Торчу тут с утра до ночи. А ночи сумки прошу, чтобы тебя дармоеда прокормить. Знаешь, Галя, давай вот это не будем. Работает она. Вот сколько ты работаешь? Неделю, две? А я вот так всю жизнь как ешак. Быстро ж ты забыла. Я к дому сидела, ничего не делала. Вот ни дня ж не работала. Вот. Дорогие дядя и тетя. У меня все хорошо. Потом напишу подробнее. Нина из Германии прислала. Хорошо ей. Конечно, ей хорошо. На наших костях забугор удрапала. Чего же ей там будет плохо-то? В венгерском селе Кельче-Мерк разыгралась настоящая трагедия с участием уроженцев украинского села Михеевка, что в Закарпатте. Нет, Лев Дзюба ранее судимый поссорился с гостящим в селе родственников Михаил Ковачем из-за девушки. Пылу драки Лев Дзюба зарезал Михаила Ковача. Убийца арестован. Не, не наша. Она ж теперь там одна. Нужно ехать в в Венгрию ее забирать. Слухай, как хорошо. Даже лучше, чем я думала. Что-то я ничего не понимаю. Что ты там хорошего увидела? О, да когда ты что понимал? Вот, дивись. Лев Козарас посадят, впаяют лет десять, а может и пожизненное. А це шо значит? А? Да я не понимаю. Ну, шо значит? О, телепан, все тебе разжевывать надо. Це значить, шо корчма все эти годы в моем полном распоряжении теперь дошло. Вот ты значит о чем. Знову о своей выгоде беспокоиться. А то, шо Михай погиб, и Нина непонятно в якому состоянии сейчас находится. Тебе на все это наплевать. Ну, погиб Михай. Я здесь причем? М? Между прочим, он сам нарывался. Нечего было с чужой женой шуры-муры крутить. И Нинка, шалава подзаборная, таскается со всеми подряд, в истории попадает, а я жалеть ее должна? Знаешь, что, Галка, еще одно такое поганое слово про Нину свою услышу, то я, я... Я? Шо? Шо ты мне сделаешь, я? Да я разведусь с тобой, вот шо. Понятно? Ой, напугал. Да разводись хоть зараз, только кому ты нужен, голаштаник задрипанный. На тебя. Да катись с катертью дорога. Только кому ты нужен, только моими мозгами и живешь. Без меня ты полный ноль, понял? Полный. Катись, катись. О-о. Спасибо. Чшш. Целуй. Макс, ну кто так целует? Крис, я тебя прошу, давай не сейчас. Ладно, ладно. Я с тебя еще свое возьму. Ну что? Держи. Спасибо, сын. Мама, ты хоть осознаешь, что? Спасибо, котик. Алло, да, мы можем встретиться. Деньги у меня, да. хорошо, приезжайте сюда. Все в порядке? Да. Распуск. можно? Зашел узнать, как ты. Сносно. Какая разница? все равно в ней нет замены, поэтому буду тянуть эту лямку в любом случае. Или ты уже созрел? А, Макс, говорят, женатые мужчины становятся ответственнее. Нет, просто если это так, я была бы рада. С удовольствием уступлю это кресло. Бабушка, извини, но завтра мы с Кристиной собираемся в большое свадебное путешествие. Да вообще мы планируем жить в Германии. Жаль. Хотя я тебя понимаю, большое свадебное путешествие, ну, звучит, хорошо. А, кстати, а на что вы собираетесь устраивать этот праздник жизни? Насколько я понимаю, твоя жена не привыкла себе ни в чем отказывать. Как ты вообще намерен ее обеспечивать? Деньги Василевских потреблять будешь? Бабушка, ну зачем ты так? Закончил учебу, устроюсь в крупную европейскую компанию. Так что извини, но... Ба, я тебя очень люблю. Очень. И ты это знаешь. Я бы очень хотел тебя отблагодарить за всю ту заботу, которую ты меня окружала. Но сейчас руководить отелем я просто не готов. Так что не сердись, ладно? Мне пора. Давай. Тарас! Ты где, Тарас? Я мириться пришла. Ну, наговорила лишнего, с кем не бывает. Тарас! А что это ты? Ты куда собрался? Ухожу. Никуда ты не пойдешь. Ты слишком дорого мне обошелся со своими болячками. Я что, мало нервов и денег на тебя потратила? Я что, раб тебе? Может, тебе еще отступные за себя заплатить? Тарасик, ну, мышцы, мы же не первый раз ругаемся. Ну, что, вот так, вот так сразу и уходить? Да я не из дома ухожу. Я за Ниной в Венгрию еду. Значит, ты едешь, чтобы вернуть в наш дом эту змеюку подколодную? Я просил тебя не оскорблять, Нину. Подумаешь, я касаться? А из-за кого Михаил погиб? А Левков кто до тюрьмы довел? Не она? Гадюка она, стерва и шалава. Хоть обижайся, хоть не обижайся. Ты добилась своего Галька? На ее, и больше в этом доме не будет. Понятно? проходим. Доброго вечера. Доброго вечера. Билетик вас есть? Очень. Проходим. Можно сумку? Пожалуйста. Выбачьте, вы, пожалуйста. Билетик. Вы тоже, Шимулянчик? А ты куда это? Ты здесь больше не живешь. Мотай, откуда приехала. Пожалуйста, позовите дядю Тараса. Тараса здесь больше нет и не будет. А где он? Понятия не имею, меня это мало волнует. Подожди, стой здесь. Зараза такая. Зараза. Всю жизнь мне. Всю жизнь испуганила. Зараза. Забирай свое барахло, и чтобы я тебя рядом со своим домом даже близко не видела. Пошла отсюда, гадина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok